Вы слушаете канал жааш.клаб.Марриган. Темная богиня кельтов. Марриган, также Марриган, Морреагейнор Марригу, была великой богиней, королевой, воительницей в ирландско-кельтской мифологии. Она больше всего ассоциировалась с разжиганием войны, затем с разжиганием ярости и неистоства битвы и, наконец, как несущая смерть. Богиня была способна принимать любую форму живого существа, которую она желала, и она помогла привести к гибели героя-воина Кухулина после того, как он отверг ее многочисленные попытки соблазнить его. Ее связь с Дагдой, другим главным богом-воином, была важной частью Самайна – праздника, который кельты отмечали в ознаменовании начала Нового года. Имена и ассоциации имя Марриган, которое может иметь несколько вариантов написания, означает «великая королева», «королева-призрак», «королева-кошмаров» или, более буквально, «королева-кобыл». Возможно, она произошла от древней территориальной богини Мормуман, которая ассоциировалась с Солнцем и Королевством в Южной Ирландии. Она – богиня войны, особенно она ассоциируется с яростью войны, отсюда ее «демоническая» природа и другое имя, под которым она иногда известна – «королева демонов». Марриган тесно связана с двумя другими богинями войны – Бадба и Маха, или, альтернативно, Немайн. Это трио в совокупности известно как Маринья. Некоторые ученые предполагают, что трио-богинь – это просто разные аспекты Марриган, поскольку тройной аспект богов является общей темой в кельтской религии, и подчеркивает могущество божеств. Соответственно, все три богини являются дочерями Эрнмы, великого божества, матери, а их отцом, в некоторых сказках, является бог-колдун Кайлитин. У Марриган есть один сын – злая фигура мечи, или мачи, у которого три сердца, каждая из которых содержит змею. Отец мечи не назван. Марриган имеет ужасную внешность, и именно эта и ее агрессия оказывают сильное психологическое воздействие на того, кого она выбирает во время боя. В то же время богиня может быть сексуально привлекательной. Марриган является одновременно символом разрушения и плодородия. Богиня обладает определенными способностями, такими как способность предсказывать будущее и произносить заклинания. Еще более впечатляюще то, что она может менять свою форму по желанию и становиться красивой молодой девушкой, ветром или любым животным, рыбой или птицей. Существо, с которым она больше всего связана, это вороны или ворон, которых кельты ассоциировали с войной, смертью и разжиганием конфликтов. Этот аспект Марриган вполне может ассоциироваться с банши, феей женского пола, которая фигурирует в более поздней ирландской и шотландской мифологии. Банши предсказывает смерть в доме, издавая громкий жалобный вопль. И, хотя ее редко можно увидеть в физической форме, ее представляю как старуху с длинными белыми волосами. Котел Гундеструпа. Фото. Херидитас Нексус.ком Еще одна фигура из кельтского фольклора, в Ирландии, Шотландии и Британии, связанная с Марриган, это «стригальщица у брода». Эта фигура, иногда представлявшаяся молодой и плачущей женщиной, в других случаях, старой и уродливой женщиной, считалась предзнаменованием смерти, поскольку она заставляла стирать определенную одежду в речном броде цвета крови. Считалось, что тому, чья одежда была помечена таким образом, грозила неминуемая опасность. Когда Марриган жила в этом мире, ее домом считалась пещера в графстве Роскоммон на северо-западе Ирландии. Эта пещера была известна как пещера круачанной, врата Ады Ирландии, так как считалось, что она является проходом в потусторонний мир. В одном мифе Марриган заманивает женщину Адрас в свою пещеру, заманив ее корову внутрь. Затем богиня превращает несчастную смертную в лужу воды. Круачан считался резиденцией древних королей Каннахта и был идентифицирован как часть группы археологических памятников врат Крохани в графстве Роскоммон. Самайн, Марриган и Дагда в религии древних кельтов Марриган была заметной фигурой на празднике Самайн, который проходил 1 ноября. Фестиваль отмечал окончание Старого года и начало Нового. Это также было время, когда с духами потустороннего мира можно было связаться проще всего. И поэтому существовали также определенные традиции накануне Самайна, 31 октября. Если бы Марриган и бог-воин Дагда сошлись в это время, то их сексуальный союз гарантировал бы плодородие и процветание племени, а также урожай и домашний скат в наступающем году. Воображение авторов мифов Марриган стояло у реки Уншин. Она же Уинниус, близбал Лимора в графстве Слайга и была занята умыванием, когда к ней подошел Дагда. В других версиях Марриган предстоит в образе старой ведьмы, но после. Продолжение истории читайте на сайте jah.club